День, когда мы с вами изучаем, что применение ТОР с точки зрения Нового Завета. И мы закончили вчера наш разговор разговором о Шаббате. Мы рассматриваем основные моменты, связанные с этими законами. Итак, мы говорили о том, что Шаббат — это заповедь, которая была дана Богом, которая находится в десяти слове. И мы не видим, что эта заповедь была отменена, но мы видим, что когда Иешуа находился здесь, на земле, он исполнял заповедь о Шаббате. И проблемы, которые происходили у него периодически с различными религиозными глупыми, они в основном заключались в галахе, то есть в устном толковании о том, как это делать. Мы говорили с вами о том, что галаха — это хорошая вещь на самом деле, и мы можем многому научиться, она по-многому может нам помочь. Но есть один нюанс. Когда галаха становится законом, обязательным, когда она приравнивается к закону Божьему, начинаются проблемы. И мы с вами говорили о тех группах, религиозных течениях, которые были во времена Иешуа. У каждого из них была своя галаха, свой подход к тому, каким должен быть Маше и каким должно быть Царство. Соответственно, не просто так они это себе придумали. Были определенные стройные или относительно стройные объяснения того, почему нужно верить каким или другим образом. Мы говорили, что в каждой общине и церкви существует своя галаха практически в любом обществе. Можем взять семью, например, там тоже есть своя галаха. Например, это полотенце для рук, это полотенце для лица, это для ног. То есть это что за пол? Это галаха. Но, например, я слышал о таком случае, когда для жены это было очень принципиально, а для мужа это было по барабану, и они развелись. Серьезно, да. Бывают такие истории, когда галаха семейная, то есть вещи, которые совершенно там можно так, там можно и не так, и что. То есть это вроде как бы внутренний порядок, внутренние правила. И мы видим, что в тех случаях, которые Ишхо пересекался с фарисеями, он, можно так сказать, конфронтировал с их галахой. В частности, мы разбирали историю с полем, да, когда фарисеи решили, что вообще нельзя ничего кушать, ничего там не будет. И мы видим, что он говорит, нет, можно, да, и приводит пример Давида, потому что если человек находится в бедственном состоянии, в состоянии голода, он может это сделать, если это вопрос его жизни. То же самое, сплошь и рядом мы видим историю об исцелении. И для нас важно понимать простой момент, потому что принцип шабата, он по-прежнему остается для нас принципом, да. И когда речь идет о галахе, о том, как же праздновать шабат, я думаю, что это может выглядеть по-разному. Кто-то, для кого-то шабат это обязательный эры шабата, да. То есть, ну, шабат это не только эры шабата, да. Это не только зажигание свечей, хала, виноградной соки или вино. То есть это не только. Мы понимаем, что если у вас нет возможности на кто-то, у вас нет свечи, праздновать шабата или нет, конечно, праздновать. Потому что шабат это внутреннее состояние человека. Вопрос, зажигал ли Бог свечи на шабат, когда праздновал, ну, логичный вопрос, да. Ну, я не думаю. Ну, написано, что он просто почил, то есть он перестал делать какую-то деятельность, он перестал, ну, тяжело работать. Но когда мы превращаем свою жизнь в мощную систему и начинаем служить этой системе, это становится сложным как для нас, так и для окружающих людей. И сейчас мы с вами поговорим о законах чистоты, законах о чистоте. И мы посмотрим 15-ю Матфея с 1-го по 11-й стих. Открываем. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят. Знакомые книжники и фарисеи. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Да? То есть, речь идет конкретно о Галахе. Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им ответ. Зачем и вы приступаете к заповедь Божью ради предания вашего? Заметьте, да? Очень такой простой, прямой разговор. Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злодствующая отца или мать смертью, да, умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать, не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Видите, да? Вы устранили заповедь Божию преданием вашим. То есть, уже на тот момент были галактические правила, которые устраняли заповеди из письменной Торы. Да? Конкретно. Вы говорите, лицемеры. Хорошо пророчествовал у вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии, устами своими, и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И призвав народ, сказал им, слушайте и разумеете. Не то, что входит в уста, оскверняет человека. Но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Как по мне, так шикарнейший пример нашего отношения к устной Торе. Ну, вы поймите, что для, обратно же, ортодоксальных евреев это не будет, как бы, как сказать, аргументов. Ну, да, потому что для них аргументы все же нужно находить из других мест Писания. Но, если речь идет о Голохе церковной, то это важно тоже понимать. И, как бы, если вы будете понимать, что в вашей жизни вы будете сталкиваться, что у вас что-то навязывает, как заповедь Божий. Но вы понимаете, что это не заповедь Божий, это заповедь восстановленная. То относитесь к этому правильно, по Писанию. Итак, и мы видим, что вопрос идет относительно умывания рук. То есть, изначальный вопрос, который они задали. Почему твои ученики не соблюдают Голоху относительно умывания рук? Тростика. И мы понимаем, что Ишуа не говорит о том, что нравится им ходить с грязными руками. Что, в общем-то, в принципе, можете не заморачиваться. И не обязательно вам там пользуются средствами гигиены. Вот. Можно ходить, знаете, какая-то самая принцесса. Ну да, царевна в русской сказке. Подняла, да, руки, махнула и балла 10 тысяч с одной стороны, да, от аромата и с другой стороны. Не должно такого быть. То есть, речь идет о ритуальном умывании рук. То есть, руки... Кто задает им этот вопрос? Задают фарисеи. Да? Мы помним, в чем был пункт их фарисейства. Да? Вы должны исполнить закон так, как будто вы являетесь коганин, священниками. Не просто, как бы, для Амха, для всех людей, для всего Израиля. Но старайтесь исполнять закон так, как будто вы все священники, коганин. И вы готовитесь для того, чтобы служить в храме. Но мы видим, что это не закон, а это предание старцев. Потому что вторые законы ритуальной чистоты или не чистоты для обыкновенных израильтян не в центре внимания. То есть, если вы посмотрите книгу Левит, например, да, то вы увидите, что очень много мест и постановлений говорит о том, как священникам священно действовать. Да? Принеси, отдели, то ешь, то не ешь, посуда такая, одежда всякая, обмоление... То есть, понимаете, да? Идет подробная инструкция для определенной группы людей. И система храма, и его ритуалы, и все его ритуалы, они относятся конкретно к священникам. Ну, то есть, это влияет на весь Израиль, но вы понимаете, да, что если это твоя работа быть священником, то ты должен в этом разбираться. Ты должен знать, как руки помыть, как не оскверниться. Потому что вы помните, да, что если священники приступали к этому вопросу невежественно, например, первосвященник, он мог и умереть. Вы помните, да, истории, когда молодые священники после определенных возлияний, да, и видно, когда возлияние достигли пика своего, они решили принести жертву. Так они умерли сыновья Аарона, помните, да? Вот. И потом было такое постановление, не пить вина, когда священнодействуешь. Почему? Потому что наделали они, они поступили неправильно. Вы понимаете, да? И тут христианская голлаха сразу берет и говорит, ага, мы священники, священники Богу Всевышнему, чтобы вот так вот, так и мы тоже все, мы ставим там жесткий запрет, например, под страхом смерти и разрыва на четыре части, если вы выпьете там, например, 20 грамм вина, да? Вы понимаете, что, например, периодически верующий мессианских общин имеет там сложности, например, с пиесятниками, которые говорят, вы на шаббат пьете вино. Да? И говорят, это есть грех, это запрещено, потому что вы можете спутать чистое и нечистое и принести Богу такую жертву, которая, ну, как бы будет ему неугодна, этим самым вы совершите, можете навлечь на себя смерть. И приводится этот пример. Понимаете, да? То есть существует определенная подмена понятий, когда меняются некоторые акценты, некоторые ударения, и вот получается. Итак, мы видим, что обычные люди, если мы посмотрим на систему храма, заботились о чистоте только несколько раз в году во время паломничества в храм. Когда они возвращались домой, они жили обычной жизнью, и кроме двух моментов, они не ели нечистых животных и кровей, а также они не имели полных отношений во время месячных с женами. То есть мы понимаем, что такое серьезное отношение к крови восходит тем западем, который Бог дал. И Шоа в этом разговоре, он отвергает идею распространять законы священников, священнические законы, законы для священников на обычных людей. Это тоже такой нюанс, потому что, смотрите, многие из нас представляют, что именно весь Израиль он жил такой жизнью. Делайте его как бы скидку. Не весь Израиль жил такой вот высокоморальной, высокой духовной жизнью. Было много необразованных людей. У них было по местам какое-то образование, понимаете, да, были там синагоги, были места лечения, но при всем том, при всем том, существует ритуальный закон, а существует моральный закон, да. И есть частные случаи, например, когда ритуальный и моральный закон, они объединены. И цель ритуального закона — дать учение по морали. Но если кто-то уделяет ритуальному закону слишком большое внимание, то можно потерять части морального закона. То, что говорил Ишон. Вы молодцы, с одной стороны, но почему вы, исполняя ритуал, забыли, например, по моральной части заботы у своих родителей? И вы нарушили тем самым заповедь, да? Скажите, есть это заповедь в действительности? Да. То есть это не просто, как бы, мы говорим, понимаем, что действительность — это 10 из других заповедей, да, 10 из книг и закона. Но при всем том, это важная заповедь. Точно так же, как и шабатов, это тоже часть действительности словия, да. Он говорит, вы забыли о моральной состоянии всего того происходящего. сходящего, вы заигрались. Вы заигрались в храмовое служение. Вас не просили туда, вас не просили исполнять все-все-все-все-все постановления, которые к вам, собственно говоря, не относятся. Да? И он, и Шуа поднимает стандарт, или, скажем так, возвращает этот стандарт в правильное положение, потому что моральная чистота намного выше ритуальной чистоты. Иисус сказал, неужели и вы еще не разумеете, если еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон. А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Видите, да? То есть, просто запомните для себя этот пример в отношении Галахи. Пускай это будет для вас таким вот направлением, да? И мы видим, что он разбирает заповедь по почтению или уважению к родителям. И это 4-6 стих. Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословящие отца или мать, смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дай Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божьим преданием вашим. Мы видим, что была такая Галаха. Человек мог сказать, вся помощь, которую ты мог бы получить от меня, будет тебе посвящена Господу. Да? То есть, хорошая новость для тебя, папа и мама, я не буду тебя задержать на старости лет, потому что я все займем в церковь. Да? По-простому говоря. И мы можем видеть, что сейчас тоже редко, но бывают такие тоже вот перегибы, особенно если человек только покаялся, еще пока не понял эти моменты, да? И он говорит, я не могу там, например, помочь родителям, да? Потому что у меня там домашняя группа. Я не могу там, например, делать какие-то вещи, потому что вот как бы я там вот то-то, 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 то-то. И вы знаете, что родители вновь день окончаются, и имя Божье, оно улица. Поэтому здесь должен быть баланс. И он говорит еще об этом, да? Что лицеверы. Хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются ко мне в двух дней, и устами своими, и чуть ли не обликом, сердце же не обликом отстает от меня. И так далее. То есть, какое каково значение головки Ишуа? Ишуа отвергает всякое требование для простых людей совершать храмовые законы по чистоте. Да? Он полностью отвергает церемониальное обовение рук перед едой. Всякое требование для простых людей совершать храмовые законы по чистоте. Потому что главный вопрос, который он поднимает, это вопрос о моральной чистоте сердца. И дальше мы видим Евангелие, Атмосферие, 19 главе, с 3 по 9 стих. И также очень интересную дискуссию с фарисеями, с нашими дорогими друзьями, по вопросе разводов. Написано следующее. «И приступили к нему фарисеи, и искушая его, да, испытывая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилетится к жене своей, и будут два одной плодью. Так что они уже не двое, но одна плодь. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с ней? Он говорит им, Моисей по жестокосербию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Во время Ишоа существовало три подхода к разводу, три взгляда на развод. Школа Гивеля учила, что в принципе можно разводиться по любому поводу. Школа Шамая, что можно только в результате акта прелюбодеяния. Гивель говорил, что можно по любому поводу. Шамай учил только в результате акта. Трелюбодеяния. Шамая. Шамая 2. Шамая 2, да. И была точка зрения Есеев. Разрешался развод, только если человек по незнанию нарушил закон о запрещенных связях. И если брак был законом, никакого развода быть не должно до самой смерти одного супруга. и если было прелюбодеяния, то не нужно было разводиться, а просто-напросто прелюбодействующего наметать на него кучку кровей. В принципе, по закону, ну как бы, смотрите, все, оно можно было как-то объяснить. В любом случае, протестантские динаминации придерживаются мнения Шамая. Да. То есть, в результате акта прелюбодеяния мы видим, что, в общем-то, Ешуа, он поддерживал, да, эту идею, да? Комними, чтобы накидывать, у нас было по 10 местам не хватило. Комними, чтобы... Комними, чтобы... Комними на лун. А, на плотные жены. Вот мне вот это всегда умиляет. Просто говорят, эти мужики просто, ковилибики, да только бегают на право и на лево. Извините меня, к кому они бегают? Да. Что, к другим мужикам? Ну, редкость. Ну, редкость, да? Нет. Сейчас уже не несут. В Европе уже не редкость. Боятся. Да, 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 да. Понимаете, да? То есть, на самом деле, если они бегают, то есть те, кто их принимают. Поэтому тут нельзя говорить, что только мужики, я заботен на этими вопросами. У каждого свои заботы. Тем не менее, в большинстве своем протестантские динаминации придерживаются мнения Шамая. Развод только в случае белюбодеяния. Католики считают, как Евсеи, что развод возможен только в случае незаконного брата. Иешуа говорит, что фактически стандарт Моисея не настолько строг, как Шамая, но так было сделано из-за ожесточения сердец. Иешуа восстанавливает точку зрения Бога, идеал Божий, да, не разводиться вообще. Также мы можем понимать, что есть только два исключения. Если человек находится в прелюбодеянии и не кается, и если были нарушены законы о запрещенных связях. Иешуа восстанавливает моногамию, то есть один мужчина, одна женщина. Мы понимаем, что на тот момент, на момент формирования церкви, существовали люди, у которых было несколько жен. И сейчас также в некоторых местах бывает такое, что люди каются, и у них там, допустим, три жены. Что делать с такими историями? Любить их всех. Любить их всех. Любить их всех. Наметать ко мне. Одну выбрать. А вдруг не будет и не уже. Три оставаться. Три оставаться. В любом случае надо брать молодую грену. Из этих трёх или вообще другую? Ну ты бы как ел. Троих оставить. Троих оставить? Муж меня назначил главной женой. Был период, когда были моногамные браки, да? Не моногамные, а полигамные браки. И мы понимаем, что это был переходный период. Этим людям не нужно было избавляться, так сказать, от лишних жен. Хотя они уже не могли взять новых, да? До чётного или нечётного числа. Но просто эти люди должны были заботиться. Хотя интересный момент, что такие люди не должны были быть лидерами в церкви. Потому что, помните, когда идёт речь, да? Муж одной жены. Вот почему так сказано? Потому что были мужья не одной жены, да? И мы видим, что этот принцип моногамии, он восстанавливается. Разрешал ли Моисей многожёнство? Разрешал. Мы знаем, что у Давида было многожён. У Соломона, да, он вообще был. Каким городом? Но мы знаем, что в мусульманских странах у некоторых евреев сохраняется порой многожёнство. Существуют такие случаи сейчас. Хорошо. Мы разобрались, да? Точка зрения решён на вопросы развода. И следующее место. Очень такое интересное для нас. Матфея, 23 глава, 23-24 стих. Горе вам, книжники и поисеи, лицемеры, что даёте десятину, смятый, аниса и гмина, и оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Сие надвижало делать и того не оставлять. Вожги слепые, оцеживающие комара, а веблюда поглощающие. Да? Так. Вот такое вот интересное мнение ещё о… Да, он нежно снимем. В общем-то, так обошёлся. О чём? О десяти. Да? Мы не будем сейчас разбирать подробно вопросы десятины. Но мы тоже можем увидеть определённый принцип, о котором мы говорили с вами выше. О том, что они старались дать десятину с таких вещей, которые уже ну вообще. Но при всём том, в своём действии они делали, оставляя суд, милость и веру. И он говорит, в принципе, это тоже надо делать. Давайте десятину, да? Но и того не оставлять. Аминь? Итак, давайте посмотрим двадцать восьмую главу, восемнадцатый, двадцатый стих. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестяй по имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что я поверил вам, если я с вами вовсе идти до скончания века. Аминь. Знакомое такое место нам, да? Дана мне всякая власть на небе и на земле. И мы понимаем, что это возможно только благодаря тому, что Иешуа является Богом. Это уровень власти Бога, да? Потому что любая власть, она имеет, ну, как бы, свою территорию. Мы видим, что его территория, это и небо, и земля. Иешуа говорит это потому, что передаёт свою власть ученикам. Пойдите и научите. То есть у них есть поручение от власти, да? То есть ученики, последователи Иешуа, мы с вами, также имеем поручение. Нам было сказано, соответственно, всякое поручение от власти, оно сопровождается определёнными атрибутами власти, да? Явлением силы и так далее. Наша власть в том, чтобы делать учеников, погружая их в реальность Отца, Сына и Святого Духа. И он дальше говорит, и вот я с вами до окончания века, то есть этого мира. Это обещание Его присутствия с нами, когда мы с вами проходим процесс ученичества. И это обещано не каждому человеку, а тем, кто учит и учит сам. Правильно? Научить людей слушать тому, что им сказал Иешуа. Иными словами, сосредоточиться на прослушании закона. Поэтому те, кто против закона Ишуа, да, против его заповедей, против, они также против собственных слов Ишуа. То есть они противостоят заповедям, но противостоим Ишуа. Простой принцип, да? И некоторые заботятся о заповедях больше, чем об общении с Ишуа. То есть иногда мы сосредотачиваемся в нашем служении на скрупулезном исполнении всех заповедей, забывая о том, что, в общем-то, мы призваны в общении с Ним. Это один из таких важных моментов, которые, знаете, были. Можно вспоминать о таких вопросах пути Борисея, как они ошибались. И продолжим мы с вами, да? После перерыва. Продолжаем. Второе.